Международная школа Брюсселя Наши ученики и их родители много и часто ездят по миру. На выходные, на каникулы они возвращаются в свои родные страны, а потом свозят к нам в школу всевозможные заболевания со всего континента. Частое мытье рук, маски, обращение к врачу при первых подозрительных симптомах. Сотрудники школы информируют детей и родителей о том, как не допустить распространение вируса гриппа А. Вирусолог Марк Ван Ранст возглавляет созданный при правительстве Бельгии Комитет по контролю за распространением заболевания. Чего стоит ждать с наступлением холодов? Ученый делает прогнозы, опираясь на показатели по заболеваемости во время зимы в Южном полушарии. Слово эксперту. Статистика по госпитализации пациентов, а также по случаям со смертельным исходом не страшнее того, что мы обычно имеем в период обострения инфекционных заболеваний. Так что с наступлением зимы у нас может сложиться парадоксальная ситуация. Если все будут соблюдать правила гигиены, разумно пользоваться противовирусными препаратами и вакцинами, то показатели смертности в Европе могут оказаться ниже, чем в традиционные сезоны гриппа. Этот информационный центр открыт для того, чтобы развеять опасения простых бельгийцев. Сюда стекается самая важная информация о вирусе гриппа H1N1 и о том, чем располагает современная медицина для борьбы с ним. Вы знаете, информация меняется буквально ежедневно. Так, например, сначала для приобретения препарата Тэмифлю нужен был рецепт. Потом его выпустили в свободную продажу. Затем правила опять поменялись, и Тэмифлю стали назначать только в больницах. Так что, видите, новости приходят буквально каждый день. Борьба с распространением свиного гриппа в Евросоюзе идет по следующей схеме. Все 27 стран-членов получают официальные рекомендации от Еврокомиссии, которая, в свою очередь, опирается на мнение Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по профилактике заболеваний. Насколько четко следовать инструкциям, решают власти на местах. Обмен информацией между национальными институтами и Европейским центром идет постоянно. Видеоконференция комиссара ЕС по вопросам здравоохранения. Итак, каковы различия в распространении заболеваний в разных полушариях? Чего нам следует ожидать у нас? Эпидемия гриппа в Южном полушарии нынешней зимой практически полностью была спровоцирована новым вирусом. Важная для нас информация. Больницы и кабинеты врачей на опеке заболеваемости были переполнены. Так что нашим больницам следует готовиться к тому же. Грипп может коснуться до 30% населения. Разумеется, речь не идет о том, что все эти люди серьезно заболеют. Все будет зависеть от эволюции вируса. И, конечно, нашей системе здравоохранения следует готовиться к серьезной нагрузке. Ив Ван Латем – специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Сан-Пьер в Брюсселе. Он опасается наплыва пациентов, гонимых паникой, больше, чем самого вируса свиного гриппа. Обычно в приемный покой больниц первым делом обращаются те, у кого нет своего лечащего врача. В клинике Сан-Пьер решено отфильтровывать пациентов, у которых возможно наличие гриппа, от тех, кто пришел явно по другим причинам. Число заболевших острыми респираторными инфекциями и тех, у кого отмечены гриппозные симптомы, растет, но очень медленно. И паниковать не стоит, просто надо продуманно готовиться к наплыву пациентов и в больнице, и в частные врачебные кабинеты. Готовиться надо уже сейчас, иначе зимой, когда помимо гриппа процветают и другие вирусы, можно просто не справиться. Многократно возросший спрос на защитные маски, дезинфицирующие гели для рук и предметов обихода. Фарм-лаборатории загружены на 200%. Производство препарата темифлю, к которому чувствителен вирус H1N1, идет полным ходом. Параллельно начато производство противогриппозной вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на рынок будет выходить 900 миллионов доз вакцины. В северном полушарии уже зафиксирован спрос на уровне миллиарда доз. После клинических испытаний первые партии вакцины должны появиться в продаже в октябре. Мы в Париже у доктора Марко Джентилини, известного европейского инфекциониста. По его мнению, ажиотаж вокруг свиного гриппа не оправдан. А нужна ли нам эта вакцина против гриппа? Если вирус мутирует, возможно, она и окажется полезной, но тоже не на 100%. Если вирус наберет силу и разразится эпидемия, то всем вакцины все равно не хватит, и начнется паника. А вот если штамм вируса не мутирует, чего ожидают специалисты, то вакцина нам вообще не понадобится. Так или иначе, отмечает врач, самую лучшую защиту смогут позволить себе люди с деньгами. Еврокомиссия надеется повлиять на ситуацию. Она призвала государство ЕС датировать закупку вакцины. Мы надеемся, что сможем добиться от производителей более привлекательных цен, так сказать, с позиции власти. Однако параллельно мы рассматриваем вариант использования средств из фонда солидарности ЕС для поддержки тех стран ЕС, которые не смогут сами приобрести вакцину в достаточном количестве. Доктор Дженселине убежден, начинать стоит с изменения общественного мнения. Как именно? Мне кажется, надо немного снизить накал страстей. Стоит призвать к этому политиков, представителей СМИ. Пусть они скажут людям, послушайте, представители санитарных служб, возможно, несколько перегнули палку, успокойтесь. Я и вправду считаю, что вина на работниках медицинского и санитарного сектора. В наибольшей же степени, на мой взгляд, повинна в шумихе Всемирная организация здравоохранения. Именно от нее исходят все инициативы, касающиеся гриппа. В то же время я отлично помню, насколько это ведомство опоздало с оценкой реальных рисков эпидемии СПИДа в Африке. В частных медицинских кабинетах обязательные проверки на наличие вируса гриппа H1N1 не проводятся. Врачи предлагают сдать анализы лишь тем пациентам, у которых есть похожая на грипп симптоматика. А стоит ли заниматься профилактикой гриппа? Профилактические меры мы назначаем только для людей, попадающих в группу риска. Речь идет о носителях тяжелых хронических заболеваний, о людях преклонного возраста, о маленьких детях и о тех, у кого нарушен иммунитет. В группу риска входят и беременные женщины, хотя разумные меры предосторожности, подчеркивают врачи, не помешают никому.